Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики, люди, которые смотрят рубрика «Вопросы Довлатова». Спасибо за актуальные вопросы, которые зададите. Всегда задавайте хорошие актуальные вопросы. С радостью мы отвечаем вам, к вашим услугам. Миссия эта рубрика создана для того, чтобы, отвечая на один вопрос, мы могли бы помочь миллионам людям. Потому что благодаря один хороший вопрос, который вы зададите, может быть аналогичная ситуация у сотни тысяч людей, и они могут иметь доступ к этим ответам, это пользуют. И соответственно от этого будет и вам хорошо, и другим людям хорошо. И я буду выполнять свою миссию, что провожу свою жизнь полезно. Я экономлю свою жизнь, потому что отвечаю одному человеку, ответ дойдет на сотни тысяч, а вы экономите деньги. Чтобы много не тратить деньги на разных курсах и так далее. И вам выгодно, нам выгодно. Поэтому если у вас есть один-два вопроса, всегда задавайте их в рубрике «Вопросы Довлатова». Мы с радостью отвечаем вам. Первый вопрос так. Дайте мне ответ, пожалуйста. Я хочу быть программистом и хочу быть бизнесменом. Я могу стать программистом и бизнесменом одновременно? Конечно, можете. Если вы хотите стать программистом и бизнесменом одновременно, это вам очень-очень повезло. Потому что вы можете создать компанию, которая занимается именно программное обеспечение. Вы можете создать компанию, которая занимает оцифровку другие бизнесы, автоматизация, оцифровка другие бизнесы и так далее. Вы можете создать компанию, которая пишет ядро или разные, скажем, программы, платформы, marketplace. Это очень актуальна и профессия, и бизнес на данный момент. Очень большой рынок. Очень даже. Вы даже не представляете, какой большой рынок. Поэтому обязательно идите на программисты, учитесь с такой целью, чтобы открыть свой бизнес в этой сфере. Ассаламу алейкум, Саидмурат Раджебович. Как вы относитесь к франшизе? Очень хорошо отношусь. Франшиза – это самый актуальный бизнес на данном этапе, потому что рынок проверен, потребитель готов, можно сказать, система оттачена в каком-то мере, тестирована уже почти в 70 или как минимум 50 или 70% ошибки уже через тестирование прошли. Получается, что вы экономите в среднем 70% своей потери, ненужные ошибки, расходы, когда вы берете франшизу. Берите хорошую франшизу, которая уже на рынке востребований показала себя, что бизнес-модель актуальна на данный момент и растущий рынок на данном этапе, и так далее, и прибыльный. Так что многие эти франшизы, частично они пережили уже несколько кризисов даже. Некоторые франшизы, они уже прошли испытания рынка, скажем, вот так хотел сказать. Поэтому берите, используйте, это очень выгодно. Здравствуйте, я хочу открыть свой магазин одежды. Что вы можете посоветовать? Если вы хотите открыть магазин одежды, очень важно, чтобы знать, в какой магазине одежды вы хотите открыть и в каком регионе вы хотите его открыть, именно в какой вы хотите. Мужская одежда, или женская, или детская одежда, и так далее. Делите сначала маркетинг, потом откройте. Что бы вы ни делали, как бы вы ни открыли магазин, я бы рекомендовал вам все-таки все равно в обязательном порядке делать маркетинг, потом открывать. Потому что без маркетинга вы будете совершать много ненужных ошибок, которые не стоило бы делать. Потом откройте. Еще самое важное, вы должны понимать эту продукцию очень хорошо. Если вы хорошо не понимаете ассортимент, хорошо не понимаете клиента и потребителя, вы привезете кучу одежды, которые вам нравятся. Но это не факт, что клиенту это нравится. Я делал эти ошибки в 2008 год, и многие люди, которые открывали магазин одежды, ориентируясь на свой опыт, на свой вкус, они эти ошибки сделали. Поэтому я бы рекомендовал все-таки сначала работать в магазине одежды, потом открывать. А если у вас есть уже опыт работы, скажем, в магазине женской одежды, скажем, тогда идите женской одежды откройте. А если опыт есть детской одежды, детская одежда откройте. Если нет, идите сначала работать, потом открывайте. можно сейчас рисковать и открывать магазин вообще можно ли сейчас дальний момент рисковать и открывать магазин да можно рисковать но если с опыт если знание и опыт можно потому что люди все равно будут кушать люди все равно будут одеваться люди все равно будут заболеть люди не останавливают то есть жизнь жизнь продолжается все равно люди это будет делать но если у вас какой-то навык умение опыт пожалуйста откройте если опыта нет не стоит открывать вам лучше сначала иметь опыт здравствуйте стос хочу знать ваше мнение я сейчас учусь на курсах по экспорту товаров за границей и параллельно хотела свой бренд открыли производить соки компоты и доставлять товары на внутренний рынок по узбекистану как меня как мне одни посоветовали заодно расширить свой капитал и также расширить известность бренда а другие советуют заниматься только экспортом фокусируя внимание в один бизнес не отвлекаясь на другие сферы деятельности из-за этого хотела узнать ваше ценное мнение об этом за ваш совет буду очень благодарен то есть получается что вы учитесь в избивите я учусь на курсах по экспорту товар за границей параллельно хотела свой бренд открыли производить свои с компоты и доставлять товары на внутренний если вы сейчас учитесь на экспорт на мировой рынок больше рынок за границей больше внутренний рынок у вас конкуренция высокая по узбекистану поэтому фокусируйтесь на экспорт вот мой совет к вам учитесь на экспорт хорошо станьте лучшим экспортером то есть хорошо усваивайте на данном этапе знаете почему от средней азии например как китай например смотрите китай весь мир едет и товар забирать возит почему потому что китай может может давать объем то а любой объем который вам нужен к той мой китай может обеспечить а теперь почему средняя за столько овощи фрукты хорошие делает но до сих пор покупатель не приезжает средняя за чтобы ввести овощи фрукты сами таджики узбеки таскайте продают их на рынках россия и так далее почему например машине магнита или пятерка или там кого-то очереди стоят там средняя за хотя мы отправляем отправляем но небольшими количествами это ну что миллион машин что ли конечно нет может быть там несколько тысячи машин до сих пор покупатели не приезжают средней азии чтобы закупать составлять крупные контракты почему потому что объем мало объем мало поэтому и фокусирует на экспорт когда ты можешь фокусировать на экспорт и закупить отправлять закупить отправлять закупит отправлять отправлять и так далее постепенно на что появляется спороск средняя за такое место что люди сразу начнет сажать сразу начинает производить и так далее если на это будет спрос если ты будешь купить картошка они будут очень много картошка сажать если будешь покупать яблоко они будут много яблок за то есть если ты на экспорт будешь работать ты создашь не только рабочее место для себя а ты создашь много рабочее место для своего народа для своей стране экономического сильно поможешь своей стране и так далее поэтому это очень большой мост это очень большой шанс для вся страна и огромные возможности дает так что фокусируйте на экспорты работая на этой теме я не знаю что ты именно экспортируешь но я приблизительно из опыта то что понимаю я тебе сказал что если ты фокусируйте на этих вещах но надо экспортировать то то что у нас хорошо получается ты же не можете узбекистана телефон экспортировать или их спортива запчасти самолета или экспортировать скажем не знаю что-то там и так далее потому что еще люди не воспринимать своим мозгу узбекской телефон правильно хотя может когда-то будет но сейчас но они зато хорошо воспринимать Узбекские трикотажи, овощи, фрукты и так далее, натуральные продукции, сухофрукты и так далее, то есть изум и так далее, и так далее, правильный хлопок и так далее. То есть получается, что во что мы сильнее, то и надо продвигать. Нам не обязательно быть как другие, во что мы сильнее, то и надо продвигать. Тогда мы будем зарабатывать всем. Здравствуйте, уважаемый наставник. Стоит ли начать бизнес во время кризиса в сфере ремонта телефонов и продажи аксессуаров? Спасибо за ранее. Конечно, да, стоит действовать в этой сфере, понимаешь, стоит. В любой сфере, где вы понимаете, кризис не действует. В любой сфере, где профессионал, кризис будет, если даже действовать, будет мало действовать. Запомните мои слова. Если вы имеете резервные деньги, резервные подушки, если у вас достаточно ходовые товары, если у вас опыт и навык в этой сфере, кризис не будет сильно на вас действовать. он будет действовать какой-то снижать чуть-чуть продажа какой-то момент но прибыль уменьшается но она не исчезает потому что люди будут все равно продолжать жить жизнь она продолжается так что стоит ли начать это бизнес или нет если у вас есть опыт начните но вперед кризиса особенно стадии кризиса надо посмотреть есть самые важные стадии это стадии дено кризиса дено кризиса это когда видите что какой-то момент самом начале кризис это зарождение кризиса этапа она очищает начнет очищать всех тех кто банкротит часть людей банкротится это те у кого есть долги и у кого большие кредиты у кого большие обязательства поставщиками так далее они банкротятся вот это они банкротятся они уходят а потом после них соответственно через некоторое время появляется динам кризиса и но крис это когда уже вы видите что рынок потихонечку восстановились пока тоньше успокоились но начиняется уже постепенно после возрождения рынка вот в этот момент если вы уже денег если вы откроете вообще будут круг круто хорошо поднимитесь поэтому если вы профессионал все равно потихонечку если начнете команда создать готовить это все а когда растушим рынке вообще классно после динам кризиса всегда есть росту всегда идет развитие так что делайте поскольку вы ремонт телефона говорит тогда это услуга вам это очень выгодно у людей телефон все равно сломается независимо кризиса есть или нет телефон все равно сломается поздравить сама давлатов я работаю в одном месте люди которые со мной работают все время хотят от меня избавиться и критикуют мою сторону хотя я очень стараюсь работать как надо и клиентов тоже немало собрал подскажите как мне бы если вы не умеете в команды сливаться это не люди виноваты вы всегда должны понимать что есть такое понятие психолога жертв чем отличается психолога жертв у него есть три показателя 1 он обвинять других людей 2 он постоянно оправдывается 3 постоянно жалуется если вы будете это продолжать 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 у вас развивается психолога жертв вы же говорите что вы стараетесь но эти люди хотят избавиться от вас ну редко такого бывает я за годы свою работа 60 более 60 организаций создал где-то инвестировал где-то был партнером где-то так но на данный момент у меня 27 организация работают не говорю что они идеально работают но они работают где-то много людей где-то мало людей но я не могу сказать что есть какой-то организация где талантливый креативный умный человек придет в эта команда и люди ненавидят его но так не бывает люди всегда хотят избавиться от если человек высокомерный если человек самовлюбленные если человек на главате это по чертам характера или если человек вовремя не выполнять свои обязательства это профессиональные например если человек вовремя выполнять свои обязательства или не профессионал люди хотят чтобы от него избавиться потому что они устают от него видимо вы стараетесь делать свою работу хорошо но вам надо делать свою работу отлично чтобы команда профессионали захотели работать с вами не обижайте знамена но я должен быть правдивым и честным с вами вами я не хочу вас хвалить я не хочу вас гладит я хочу вам показать правильный путь который поможет вам достигать большего вы должны выкладывать на 1000 процент значит их старайтесь делать хорошо но значит а маловато делайте столько столько надо она столько вам удобно делать сколько надо чтобы быть чемпионом вы понимаете чемпион чтобы стать чемпионом он вкладывает очень много я хочу сказать вам что это век век чемпионов либо станешь чемпионом либо тебя места нету на этом рынке конкуренция тебе не дает место сейчас век век чемпионов так что станьте чемпионом прообретать свой голос станьте лидером а саламу алейкум мне 49 лет я госслужащий со стажем больше 20 лет возможно ли работать в вашей компании надо мне подумать качество кого вы можете работать нашей компании если и кем вы работали госслужащий тоже не знаю зайдите наше сайт либо юдя и группу либо в само . ком и напишите о себе и мы посмотрим как мы можем вам помочь и им подходит или венам и можем ли мы сотрудничать каком-то сфере если вы видим что мы можем быть полезным для вас и вы подходит иначе компанию ради бога мы с радостью это деле дорогие друзья пишите пожалуйста в команд комментарии своим мнением пожалуйста составьте определенный список действий что вы будете делать после того когда послушать это youtube и этот эти советы еще кое-что пожалуйста пишите свои идеи мысли свое мнение что у вас в голове признать произошло или пришло после того когда вы послушали эту рубрику и 3 рекомендуется знакомым друзьям кому эти вопросы были бы полезными кому они и подходят эти ответы если ради ваши знакомых друзей все равно люди которые ищут эти ответы отправляйте им мы будем вам благодарны за то что вы помогаете нам распространять добро спасибо